И первое место из Священного Писания мы прочитаем из 2-го послания к Коринфянам, 3-я глава. И мы будем читать с вами с 12-го стиха. Апостол Павел пишет, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Где есть Дух, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И еще раз 17-й стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Слава Господу! Посмотрите, апостол Павел указывает на очень важный момент. Он говорит, что где присутствует Господь, там присутствует свобода. Вы знаете, мы с вами, кто рожден свыше, наверное, кто крещен Духом Святым, это тем более, мы должны понимать, что Господь живет в нас. Он не живет где-то далеко на небе или где-то в здании в каком-то, и мы приходим и получаем благословение. Библия нас ясно наставляет и говорит, что Господь вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Быть Божьим народом – это значит, когда Господь в нас, Он ходит, когда Он в нас пребывает, когда мы даем возможность Богу через нас проявляться. И это касается не группы лиц в церкви, служителей, прославления, проповедников, деканов там или еще кого-то. Это касается, в общем, всей церкви, касается каждого рожденного свыше человека, и тем более человека, который крещен Духом Святым, потому что, имея крещение Духом Святым, человек обладает способностью проявления духовными дарами. И когда мы приходим в собрание, вы знаете, у нас в собрании сложилось, даже в нашем собрании сложилась определенная форма или такой стандарт. И мы приходим, мы уже привыкли, мы приходим, и мы проводим наши собрания вот в этом таком стандарте. То есть, другими словами, мы как бы ограничиваем себя определенными рамками. Мы смотрим на время и понимаем, что у нас с 11 до часу собрание, в час мне уже нужно решать какие-то другие вопросы и так далее. То есть, в нашем уме, в нашем сознании, когда мы приходим или пребываем в собрании, сложились определенные рамки и стандарты. Но я хочу вас заверить, что когда мы приходим сюда, даже намного раньше, сюда и приходит Господь. И мы прочитали, что Господь есть Дух. Он приходит тоже сюда. Если мы собираемся ради Его имени, если мы собираемся ради Него, или вместо Него мы имеем в себе Духа Святого, мы приходим сюда, то и Бог незримо Духом Святым тоже пребывает посреди нашего собрания. Вот мы сейчас здесь собрались, и я уверен в том, что Дух Божий тоже здесь. Мы не видим Его. Мы привыкли видеть и замечать только то, что воспринимают наши глаза, наш слух. Но Библия говорит, что Господь есть Дух. Он невидим, Он присутствует здесь. Но еще мы здесь читаем, где Дух Господень, там свобода. Что это значит? Это значит, что Господь, Он, ну, как бы не желает находиться в рамках, в которых мы Его ограничиваем. Сами ограничиваем. Вот Господь желает проявить себя в нашем собрании, вообще в нашей жизни. Он желает пребывать здесь в свободе. То есть, другими словами, мы должны позволить Господу пребывать здесь в собрании в свободе и позволить Ему действовать или делать то, что Он желает, то, что Он хочет. Вот посмотрите, как состоит наше собрание. Ну, понятно, что мы выстроили уже этот формат. У нас вначале есть псалом, мы его поем. Нет, вначале у нас молитва проходит 15-20 минут, потом у нас псалом, потом вступительное слово, потом отличное прославление. После прославления на четвертой песне у нас происходит сбор пожертвований. Почему ни на первой, ни на второй? Почему именно под песню? Потом выходит брат, он совершает молитву, и обязательное завершение молитвы должно быть на экране. Отче наш. И потом у нас пошла такая форма. И когда чуть-чуть проповедник затягивает время, то можно услышать, как ваши сигнализации начинают пикать, звенеть, и вы тем самым показываете, что брат Денис, давай, заканчивай уже, мы уже разогреваем машину, нам нужно ехать. И у нас такой какой-то сложился религиозный формат. Мы в этом формате пребываем, мы как бы служим, да, иногда мы переживаем сильно Бога. Но Библия, посмотрите, что говорит. Где Дух Господень, там свобода. И мы как церковь, и как люди верующие, мы должны научиться, мы должны позволить Духу Святому в собрании действовать. Мы должны дать Ему возможность быть в свободе. Ну, когда мы общались с братьями на эту тему, то у нас, конечно, возник сразу вопрос. Ну, сейчас мы начнем тут в свободе двигаться. Каждый скажет, во мне есть Дух Святой. И каждый начнет делать то, что он захочет. Но мы читаем здесь с вами, что Господь есть Дух. И свобода должна быть обязательно под руководством Святого Духа. И мы должны этому учиться. Вот, например, как появилось в нашей церкви то, что мы начали читать молитву «Отче наш». Вы знаете, что обязательная у нас процедура в собрании молитва «Отче наш». Вы знаете, откуда это появилось? Формат. Просто пришла одна женщина, такого не было вначале. Пришла одна женщина и сказала, первый раз на собрании, она говорит, вот я первый раз на собрании, а вы «Отче наш» читаете, молитесь молитвой «Отче наш». И пастор послушал ее, он хотел, чтобы она была в собрании, и он говорит, да, конечно, мы молимся молитвой «Отче наш». И она говорит, да, ну раз вы молитесь молитвой «Отче наш», тогда я приду на ваше собрание. Она пришла на собрание, пастор ее увидел и помолился молитвой «Отче наш». Она очень обрадовалась, потом она осталась в церкви, начала пребывать, но с того времени каждое воскресенье начало чтение молитвы «Отче наш». Вы понимаете, что мы как церковь, нет, нет, это неплохо, но мы как церковь, и иногда как люди верующие, мы создаем определенную форму. Мы сами создаем определенную форму с течением каких-то обстоятельств, каких-то действий, и потом мы пытаемся вот как бы нашего Бога втолкнуть вот в эту форму, которую мы сами установили. Мы сказали, вот именно так должно быть, а не иначе. Но Библия говорит нам, что где Дух Господень, там свобода. И мы в собрании должны позволить Богу действовать. Позволить Богу действовать. И если Господь пребывает в каждом рожденном свыше и крещенном Духом Святым, Духом Святым, это значит, что Бог может употребить каждого из присутствующих здесь. И таких ситуаций очень много. Например, когда Господь хочет кого-то исцелить, не обязательно, что Он будет использовать для этого меня или кого-то из других пасторов, служителей, дейканов. Возможно, ты сидишь в зале, ты ищешь Господа, ты говоришь, Господь, употреби меня. Ты сказал, что ты будешь ходить во мне, употреби. И во время молитвы вдруг Господь ложит тебе на сердце, чтобы ты подошел и за кого-то помолился, возложил руки, помолился. И ты сдерживаешь это. Ты думаешь, кто я такой? Пусть этим займется пастор. А на самом деле просто Бог хотел употребить тебя. Ни пастора, ни проповедника. Каждый занимается своим делом. Но в собрании верующих людей Бог действует так, как Ему угодно, так, как Он хочет. И мы должны позволить Ему действовать в Духе Святом. Итак, мы должны увидеть, что апостол Павел указывает на два очень важных аспекта или факта присутствия и влияния Святого Духа в собрании. Первое – господство Святого Духа. В церкви должен господствовать Святой Дух. И я как пастор, да, но очень часто мне приходится как бы быть руководителем собрания, говорить вот это, то, это нужно так, это нужно так. Но я всегда еще и говорю, Господь, как Ты хочешь. Я хочу, я не хочу поставить какие-то свои рамки, свои условия. Я хочу, Господь, чтобы вот это действие было от Тебя. Я помню, был такой момент, вот сейчас я вспоминаю, когда буквально у нас началось обыкновенное собрание. Вот здесь на первом ряду мы стояли, еще тогда здесь брат Вадим Кривошеев был, мы стояли здесь с ним рядом. Началось прославление. Вы знаете, первая или вторая песня. И внутри меня мне вот такое побуждение, внутри. Господь говорит, призови к покаянию. Выйди и призови к покаянию. И я стою и думаю, ну как только собрание началось, мы же как привыкли. К покаянию, чтобы призвать, нужно выйти, сказать какую-то проповедь. Потом нужно, чтобы вышел музыкант, что-то так на душу повлиял музыкой. И потом, ну кто же хочет покаяться? Ну ты почему еще сидишь? Ну выходи. И мы так пытаемся. И кто-то пошел из наших, из верующих, который уже пять раз выходил. И кто-то вышел, и мы, ох, покаялся. Но я стою и думаю, Господь, мы только начали, мы даже еще пожертвования не собрали. Не было бы у нас прославления, и внутри я испытываю призови к покаянию. Я Вадиму говорю, я говорю, у меня такое желание есть. Он говорит, ну есть желание, пробовать надо. Я вышел, я говорю, братья, сестры, друзья, кто хочет покаяться. Я только сказал, кто хочет покаяться, я увидел, как из зала пошли люди. Это был не один человек, а несколько, и они каялись здесь. Слава Иисусу. И потом я подумал, может быть, нам надо на второй песне всегда так делать. Вы понимаете, о чем я говорю? Что мы можем пережить Бога. Очень сильно пережить Бога. И думать теперь, что именно вот так, теперь вот так, я буду Бога переживать всегда. И я создаю определенные рамки, но, друзья мои, Бог очень многогранен, многообразен, многообразен, Он действует по-разному. Возьмите дерево и попробуйте на дереве найти два одинаковых листочка. Не найдете. И наша задача, как верующих людей, Господь, что ты хочешь, позволить Ему, не ограничивать Его вот в эти, не вставлять Его вот в эти рамки. Бог не действует, Он не будет, ну, как бы действовать, ну, в тех рамках, которые мы установили, и теперь мы Его, Он действует в свободе. Он действует как хочет, а мы должны это услышать и понять. Аминь, братья, сестры. Поэтому пусть Господь нас благословит. И я верю, что для нашей церкви пришло такое время, чтобы мы научились быть Вадимым Духом Святым, чтобы мы научились руководствоваться Святым Духом в собрании. Посмотрите, что говорит Библия. История о пророке Елисеи. Там сказано, когда гуслист играл на гуслях, рука Господня коснулась Елисея. Можете себе представить, что даже человек, побуждаемый Духом Божьим играть на гуслях или на каком-то музыкальном инструменте, может свисти небо. И после этого Елисей начал пророчествовать. Но это не произошло, пока он не начал играть на гуслях. То есть я говорю о том, что Бог очень многогранен, и Он желает использовать каждого из нас, каждого рожденного свыше, и тем более крещенного Духом Святым. И мы должны позволить Господу действовать через нас. Пусть Бог благословит. Итак, первый важный фактор, который мы должны усвоить, принять и признать, господство Святого Духа в церкви. Именно это приносит результат. Я прихожу сюда, и я признаю господство Духа Святого, господство моего Иисуса здесь в церкви. И я даю Ему свободу в собрании. Господь действует так, как Ты хочешь. И я готов менять это собрание. Я готов быть таким мягким, эластичным, выйти из определенной формы, которая у нас образовалась, позволить Святому Духу сделать то, что Он хочет. Вы знаете, я готовлюсь к проповеди. Очень часто у меня есть конспект. И я по этому конспекту проповедую. И многие из вас чувствуют, когда есть проповедь, просто приготовленная человеком от ума и на основании знания. Но есть проповедь, когда Святой Дух начинает говорить, когда это слово вылетает, и оно летит по залу и касается одного, второго, третьего, и иногда все собрание. И это собрание приходит в трепет. Это собрание приходит в волнение. Оно становится интересным. Таким ожидающим чего-то. Мы можем уже увидеть это. Взять то же самое прославление. Вы замечали, что есть такие прославления? Такая хвала, когда хочется петь и петь. И давайте мы еще споем. И еще споем. Но вдруг руководитель прославления смотрит на время, уже пора заканчивать. И он заканчивает, и как будто что-то обрубили. Вы чувствовали когда-нибудь это? Мы должны научиться позволить Господу быть господином собрания, дать Ему свободу. Где Дух Господень, там свобода. То есть собрание имеет истинную свободу только в той степени, в какой мы с вами все подчиняемся Господству Святого Духа, если мы приходим и ожидаем. Вы знаете, я скажу вам, у нас очень хорошее, удивительное собрание. Я пришел как-то на служение. Это не было служение воскресное, было, по-моему, молитвенное собрание. Пришел на собрание. Я шел, ну, когда сюда, я вам так говорю, Господь, я ожидаю, что-то проговори ко мне, Духом Божьим проговори. И мы как бы обычно, мы думаем так, что вот что-то такое, бух-бух, и Господь начнет тебе там так, говорит Господь. Такое что-то. Я пришел на собрание, и два раза Бог говорил мне через некоторых из вас. И вы даже сами этого не догадались. Но я был так сейчас. Я говорил, Господь, Ты употребил эту сестру и эту сестру, чтобы говорить ко мне. Просто в беседе. Мы остановились просто в беседе. Бог говорил. И если мы приходим с таким настроем, что здесь Господь, и Он желает с нами говорить, Он желает что-то делать с нами, мы признаем Его Господь, что Он будет это делать. Вы знаете, к сожалению, многие люди, они действительно думают, что свобода, и одновременно, как нужен же какой-то баланс, чтобы и управление какое-то было, и свобода. То есть, если мы так все пустим на самотек, то начнется. Иногда мы неправильно понимаем слово свобода. Свобода может быть только при правильном и хорошем управлении. Ну, просто представьте, даже вот в политической жизни. Просто дайте кому-то свободу. Вот всем дайте свободу. И будет как в той истории африканской, когда в Кении африканцы думали, придет свобода, и мы налоги платить не будем. Будем ездить на велосипедах, где хотим. Мусор будем бросать, где мы хотим. То есть, такая свобода. Делай, что захочешь. И когда произошла смена власти, то там правительству приходилось очень долго и кропотливо объяснять, что такая свобода приведет к анархии, и она погубит страну. Свобода по-настоящему, она всегда должна быть в хорошем управлении. И правда. И мы как служители, как церковь, мы должны это понимать, позволяя Господу действовать, но действовать в рамках Писания. Мы еще об этом вкратце будем говорить. Например, бывает, приведу такой пример, очень часто мы такое переживаем. Например, на молитвенном собрании или вообще на собрании мы доверяем какому-то брату или сестре вести молитву. И это брат и сестра, служитель, берет микрофон, начинает молиться или без микрофона, излагать какие-то молитвенные нужды в этой молитве. А другие члены церкви, ну так исполненные Святым Духом, начинают громко молиться на иных языках. Они так громко молятся, что тот, кто ведет молитву, его не слышно. Но эти духовные люди, они так прорываются в этой молитве. Но мы ничего не слышим об этих нуждах, которые изливает человек, когда он говорит. Как в таком положении собрание может сказать «Аминь»? Как оно может вложить понимание в веру свою к этой молитве. Таким образом, происходит что? Происходит безрассудное употребление языков. И собрание, в общем, оно теряет благословение и результативность объединенного моления и ходатайства от всего сердца как единое целое. Понимаете, о чем речь? Поэтому мы должны понимать, что есть свобода в Духе Святом, да, но есть еще и управление, господство. И Господь есть Дух. Он есть Дух. Я помню тоже момент такой шел как-то летом на молитвное собрание. Окна открыты. Я опаздывал. Уже шло молитвное собрание. На детской площадке были неверующие соседи наши, женщины с детьми. И здесь какая-то сестра. Она так громко и, вы знаете, так как бы вопияла к Богу, то на улице это звучало, как будто здесь кого-то убивают. Окна были открыты. Я проходил мимо и увидел, как мамы своих детей быстро-быстро дети-дети-дети быстро из площадки ушли. Я пришел сюда. Да, эта сестра продолжала здесь так. Да, она когда-то пережила Бога, возможно, вот так вопия, когда у нее было горе. Но она теперь так всегда молится. Знаете, что говорит Писание? Посмотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. То есть, мы можем понять это так, что проявление Духа всегда дается с полезной, практической и разумной целью. И вот если человек, который так себя ведет иногда в собрании, да, возможно, так Бог действует через него, и это побуждение Духа Святого, но если он так, но ведет себя, так неразумно иногда, использует этот дар или способность, ты пытаешься вразумить его. И знаете, что часто он утверждает? Вот эта сестра мне сказала, ты Духа Святого не угошай, брат. Ну как не угошай? Там люди, чего они думают? О чем вы? Или они иногда говорят, ну я не мог сдержаться. Меня так Дух Святой повел, что я не мог сдержаться. Он побудил меня это сделать, и мне пришлось подчиниться Ему. Но это неправильно. проявление духовное или действие Духа Святого оно на пользу. И вторая очень важная вещь. Духи пророческие, они послушны пророкам. То есть, другими словами, Господь нас наполняет, но я как человек, я могу это либо сдержать, либо дать этому ход, либо сделать потише, а когда нужно сделать погромче. Всякое действие духовное через людей, через собрание, через церковь, оно контролируемо нами, людьми. Это не оккультное собрание, это в оккультизме, там, знаете, его трясет, и он не может остановиться, нечистый дух ведет его. Мы, мы не являемся рабами духовными, мы свободны, мы сыновья. И Бог дает нам какое-то духовное действие, и за нами стоит выбор. Это в наших руках. Мы не можем так сказать, что я не сдержался, Дух Святой так меня повел, что я не сдержался. Другое дело, конечно, когда ты, когда Дух Святой тебя повел кому-то что-то сказать, а ты сдержался, потому что чего-то побоялся, это совсем другая вещь. Но я сейчас говорю о негативных проявлениях в церкви. Итак, если проявление Святого Духа достигает той цели, с которой она дается, то оно всегда будет гармонично согласовываться с планом, целью всего служения. Слава Господу! 1 Коринфянам 14 глава 32-33 стих. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. То есть мы видим, что в церкви есть определенный порядок. То есть, другими словами, всякое духовное проявление, которое истинно направлено, направляемо Богом, оно Богом контролируемое, оно создает мир, оно создает гармонию, нет никакого беспорядка у Бога и какой-то анархии каждый делает то, что хочет. Помните, даже апостол Павел говорит, но когда есть у кого-то пророчество, то не надо всем вместе говорить по порядку, по очереди. Есть слово по очереди, то есть есть определенный порядок. Но если духовные проявления ведут к путанице, к беспорядку, я не мог удержаться, вы меня извините, Дух Святой побудил меня, Павел устраняет это категорично, он говорит, духи послушны пророкам, духи пророчески послушны пророкам. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы поняли, что если Бог меня побуждает что-то сейчас сделать, например, вас побуждает Бог за кого-то подойти, помолиться или кому-то что-то сказать, и вдруг вы сейчас встанете и пойдете, начнете что-то говорить, вы нарушите порядок Божий, понятно? Вы должны это сделать, но вы должны это сделать в определенное время и в определенном месте. Мы об этом тоже будем еще сейчас говорить. Поэтому пусть Господь нас благословит. Итак, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы должны быть готовы к тому, что Господь начнет что-то делать в собрании. И служители, которые несут ответственность за служение, они тоже должны быть. И это касается не только воскресных собраний, это касается и детских собраний, потому что Святой Дух и там пребывает, и одно из основополагающих действий Святого Духа рождения свыше, и Он хочет, чтобы наши дети рождались свыше. И мы должны быть послушны, мы должны учиться искать этого. На домашних собраниях, в молитвенных собраниях максимально быть, ну, есть какой-то определенный формат, которого мы придерживаемся, но мы должны быть готовы искать и быть готовы к тому, что Бог, возможно, поведет как-то по-другому, иначе. Конечно, иногда бывает мы так искренне пред Богом, мы ищем Его, мы желаем, но вот эти рамки, они настолько, настолько они укоренились в нас, что Господу просто приходится ломать этот забор, слава Иисусу. Я слышал эту историю от одного пастора, он принял церковь, старый пастор умер, и он был молодой, энергичный, принял церковь, служение, и вот на сцене, где проводились собрания, или на конфетрах, где была, прямо посреди этой сцены стоял рояль. Ну, привыкла церковь, всегда выходил какой-то музыкант, играл на этом рояле, церковь пела, прославляла Господа, и так было десятилетиями. И вот пришел новый пастор, и он так, знаете, хотел немножко, чтобы по-другому было, новые какие-то песни, молодежь пришла, дети повзрослели. И он, что, Бог ему так, как бы сказал, ну, по-другому, сделай формат другой. И он взял эту рояль, так сдвинул ее в самый угол. И в церкви люди начали возмущаться на первом собрании, что это такое? Верните нашу рояль! Она стояла там десятилетиями, как вы можете. Что же ты, пастор, ты пришел, и теперь ты начал здесь команду, и пастор, обратно эту рояль. Собрание, как бы такое, стало опять цивильным, все так, ну, такое, приняло определенный формат, опять. Что начал делать пастор? Каждое воскресенье на 40-30 сантиметров он двигал рояль. Каждое воскресенье, каждое воскресенье, ну, по чуть-чуть. И через год она была в углу там, никто даже не заметил. Ну, Господь тоже так делает. Он любит нас. Он освобождает нас от каких-то, но старых форматов или форматы, которые когда-то были эффективны. Вы помните, кто, кто с самого начала церкви, когда мы испытывали огромное благословение через служение наркоманам, алкоголикам. Мы и сейчас испытываем это, но в то время это было, это было просто благословение, которое Бог дал нашей церкви. И мы собрали хороший урожай. Но пришло время, все поменялось немножко. Мы уже не видим, ветер дует с другой стороны. И в лобовую атаку ты уже не пойдешь. Поэтому пусть Господь нас благословит. Еще одна очень важная вещь. Если мы, послушайте внимательно, если мы хотим насладиться свободой Духа, чтобы жизнь Божья была на каждом собрании, чтобы мы приходили и переживали Бога здесь, то сперва мы должны признать здесь, на этом месте господство Святого Духа. Без этого никак. Свобода и господство Святого Духа. И второе, это очень важно, мы также должны учитывать еще один важный факт о Святом Духе. Дух Святой является как автором, так и истолкователем Писания. Библию, которую мы имеем, ее написал Святой Дух, используя людей. И этот же Святой Дух Он истолковывает нам Писание, Он дает нам откровение. Хотя сейчас уже в наше время на это никто внимания не обращает, нам проще зайти в подстрочник, у нас есть Библии с подстрочными переводами толкования, лопухина и так далее, чье-то толкование мы привыкли уже так читать. Но на самом деле Дух Святой, Он написал это слово и Он является истолкователем Писания. Что это значит? Это значит, что Дух Святой никогда не будет побуждать верующего говорить что-то или делать что-то противоречащее Писанию. Всякое духовное действие обязательно мы найдем его в Писании. Ну, например, вы знаете, есть такое духовное действие, когда от Божьего присутствия человек вдруг падает. Видели такое? Слышали? То есть падение. И в интернете можно очень много найти таких служений в видео, где люди приходят к алтарю, за них молятся или дуют, и они все падают. Они говорят, это такое особое действие, Божье действие. Как вы считаете, это Божье действие? не слышу. Громче. Да, нет, нет, да. А как узнать? Да, нет. Да, нет. Но Библия говорит, что такие вещи были. Мы не можем сказать, что Бог такое не делает. Целое собрание просто от Божьего присутствия упало и не могло встать. Они лежали в Ветхом Завете. Этот Ветхом Завете облако накрыло целое собрание и люди физически не могли стоять от Божьего присутствия. Они упали все. И что теперь? Теперь на каждом собрании мы падаем. Мы падаем. Мы даже создали такую специальную службу порядка, которая обязательно должна стоять сзади. И когда на человека сходит Святой Дух, ну так я говорю утрируя, он падает, причем так падает, смотрит, есть там кто-нибудь? Есть. Он падает, и службы порядка, его ловят и аккуратненько ложат на пол, и он лежит в таком духовном экстазе и говорит, это действие Святого Духа. что не так? Хорошо, если Максим сзади вас стоит. А если вы сзади Максима, там упадет сразу пять человек, кто стоит сзади. Но знаете, в чем отличие? Святой Дух никогда не положит вас на землю так, чтобы вы ударились головой, у вас было сотрясение или какая-то травма. Святой Дух, если Он хочет наполнить вас своим присутствием, или вы войдете в это помазание, Он положит вас без всякой службы порядка, и вам некогда будет смотреть, есть ли там кто-то сзади или нет. Что произошло? Действие, единократное какое-то действие, или несколько раз оно было, действие Святого Духа, люди превратили в форму, и теперь эту форму они ищут в этой форме Бога, и иногда пытаются сделать вид, что это Божье действие. И можно даже видеть, как тебя хотят уложить, а ты как-то встал так, но не в то, он тебя толкает, а тебя упор, и ты не падаешь. Мы доходим до таких, как бы кажущихся смешных вещей, но на самом деле это не смешно, ведь это же все происходит в собрании Божьей Церкви. Действие Святого Духа никогда не будет противоречить Писанию, никогда, братья и сестры. И мы должны это знать. И ни в коем случае не отвергать какие-то положения, которые мы читаем в Библии. Да, они были. Но вот, например, тоже можно ли плясать в Доме Божьем? Ну, как насчет плясок, братья и сестры? Можно в Доме Божьем поплясать танцы, дискотеку, как думаете, можно? Можно? Или нельзя? А что, почему у нас нет этого? Кто-то скажет, нет, нельзя, но мы читаем в Библии, с вами послушайте, хромой человек, который 18 лет, по-моему, или с рождения, с рождения, был хромым с рождения и был исцелен Господом Иисусом через действие Святого Духа, которое проявилось через апостола Петра. Этот хромой он вскочил, прибежал в храм и там начал скакать и славить Господа. Мы видим. А что делают некоторые церкви? Они пережили, да, действительно, когда человек находится долгие годы в своей греховной напасти, когда он находится в определенной угнетающей дьяволом среде, и потом он выбирается оттуда, и Бог дает ему свободу, он переполняется великой радостью, он исполняется Духом Святым, и до такой степени, что он пускается в пляс, он переживает так Бога. А потом что делают церкви? Они говорят, вот так, только и не иначе, теперь через танцы мы сможем, вот это Божье присутствие, и мы делаем определенный формат. бессодержание, и мы пытаемся или хлопать, 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 почему? Почему мы хлопаем? Потому что Жанна начала хлопать, а ритм такой, почему? Библия говорит, что можно хлопать, рукоплескать Господу? Я рукоплескаю Господу, я не рукоплескаю в такт, я не рукоплескаю, потому что Жанна так сказала, вот, ну давайте, что ж вы, братья, сестры, давайте. Не получается, ладно, не будем. Но когда это делает Святой Дух, когда Он побуждает вас это делать, вы это знаете, руки сами тянутся. Давайте все поднимем руки к небу, и ты стоишь ну давайте. Мы читаем в Библии, что это библейский принцип рукоплескания и поднимать руки к небу. Это все правильно. Но когда мы из этого делаем форму, мы думаем, мы переживали Бога. И теперь мы думаем, что только так и не иначе. Вы знаете, некоторые такие традиционные консервативные церкви, баптистские, писящики, они смотрят на нас и говорят, о, вы харизматы. Я говорю, если мы харизматы, то те тогда кто? И они тоже пребывают в своей. Они только так и не иначе, только колено преклонно. Скажите, Библия учит нас молиться на коленях? А почему мы не молимся в собрании? Что нужно, чтобы вы начали молиться? Что нужно? Ведь Библия говорит, и вы иногда чувствуете, что хочется встать на колени и помолиться. Что вам нужно? Что мешает? Что? Нужно пошире делать лавочку? Мы сделаем. Что? Коврик нужно? Мы купим коврики. Что нужно? Свободно нужно себя чувствовать. Если Бог побуждает тебя поднять руку, подними ее, если Он побуждает тебя рукоплескать, рукоплещи, если Он побуждает тебя, ты пережил исцеление от рака или какой-то другой болезни, тебе хочется пойти в пляс, но тебе никто не запретит здесь, ну поправят аккуратненько. если ты хочешь склонить свои колени, склони. Но мы такой выстроили формат, вы понимаете? И мы как бы не даем Богу действовать. Так хочется пойти помолиться за эту сестру, ай, нельзя, хочется колиться. Но если Бог побуждает тебя, почему ты это не делаешь? Когда Аида Бог побуждает поменять репертуар прямо перед собранием, его нужно менять. Даже если все они начнут возмущаться, его нужно менять. Если Бог побуждает тебя, если они продолжают возмущаться, ты должна быть послушна, тогда идите, я одна буду петь сегодня. И Он придет. Он придет, и мы все это почувствуем. Мы все переживем Бога позволить Ему. Да, хорошо, когда ты дома за неделю. Такие отношения у тебя с Господом, что Бог тебе говорит, вот это и вот это и вот это дело на собрании. Это здорово. Но иногда во время собрания Бог хочет изменить что-то, Он хочет поменять. Итак, мы запомнили с вами, что Дух Святой является как автором, так и истолкователем Писания. Это значит, что Он никогда не будет побуждать верующего, ни говорить, ни делать ничего, противоречившего Писанию. Аминь. Поэтому мы всегда должны, даже если пророческое какое-то слово идет, оно должно быть согласно Писанию. Я помню это собрание на 24 рабочих, когда нас посетила одна группа верующих, и один брат вышел проповедовать, и такое было атмосфера чего-то, присутствие чего-то, как будто такое, как свобода пошла, действие Духа. Вдруг этот человек начал подходить к людям и говорить, у вас все будет хорошо, у вас все у кого-то сердце было к этому расположено, кто-то противился внутри, и когда закончилось это действие, он подошел ко мне и сказал, ну, правда ведь пастор, но это неправда, потому что Библия, она говорит нам немножко о других вещах, она говорит нам о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, и не всегда все будет хорошо, иногда нам нужно проходить через какие-то даже пророчества, действие пророчества, оно должно согласовываться с Писанием, посмотрите, второе Коринфянам, первая глава 18-19 стих, второе Коринфянам, первая глава 18-й стих, Семен, зеваешь, заканчивать надо, да, служение, или еще слушаем, слушайте, еще есть силы, итак, смотрите, верен Бог, что слова наше к вам не было то да, то нет, когда пророк такой в кавычках встает, братья, сестры, известная история, как Авраам вывел народ израильский из пустыни, из Египта, точно так же и нас Бог выведет, сел, потом встает и говорит, Господь извиняется, не Авраам, а Моисей. Верен Бог, что слова наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем не был да и нет, но в нем было да. О чем говорит здесь апостол Павел? Он говорит, что Бог никогда не будет противоречить сам себе, это тоже важно понять. Еще раз, Дух Святой, будучи автором Писания, никогда не противоречит Писанию. Не может быть одновременно да и нет. Если Библия говорит нет, то тогда Дух Божий будет тоже говорить нет. Если Библия говорит да, значит и Дух Божий будет говорить да. У нас не будет вот этого каламбура. Итак, братья и сестры, к чему я веду? Каждый верующий должен лично, послушайте, лично познавать откровение Святого Духа из Писания. Не ждать, что кто-то вам откроет Писание, какой-то человек, человек. Но лично каждый верующий должен познавать откровение Духа Святого из Писания. А затем, знаете, что? А затем направлять свое собственное поведение в отношении проявления духовных даров согласно той ситуации, в которой он находится. И чтобы это согласовывалось с учением, принципами и примерами Писания. Понятно, почему нужно знать Писание? Когда придет действие духовное, мы сможем отличить с легкостью это Духа Божия или это заблуждение. Потому что Писание также говорит нам, что много есть духов ложных и проявлений и действий ложных. Но когда мы знаем Писание, учение, тогда мы сможем это отличить. Пусть Бог благословит. Вот в связи с этим особая ответственность возлагается на всякого служителя, которого Бог призвал. Особенно те, кто ведут служение. На них возлагается ответственность. Они должны быть, но вести служение в соответствии, как ведет Дух Божий. Иметь, быть послушным Богу и Водительству Святого Духа. И мы должны учиться этому. И это наша ответственность, как в поклонении, проповеди и других библейских, других служений в церкви. Обязательно эта ответственность ложится на нас. Но для того, чтобы делать это успешно в церкви, в служении, нужно обладать определенными качествами. То есть такой служитель должен обладать определенными качествами. Что именно? Первое, он должен практически знать Писание. Где это написано? Что говорит Писание? Затем он должен иметь мудрость. Мудрость, помните, передвинул, как, 40 сантиметров. Мудрость, как вот это духовное проявление дать дать ему ход, дать ему должен быть авторитет и дерзновение. Потому что если Бог дает тебе слово и говорит, пойди, скажи, сделай так и так, тебе нужно пойти и сделать мудро. Для этого нужно дерзновение. Чтобы почувствовать, ты чувствуешь побуждение за кого-то подойти, помолиться, нужно пойти, помолиться, возложить на него руку. Для этого нужно дерзновение. А эти мысли, что скажут, а что подумают, а вдруг что-то не то, ну ничего страшного. Пророчество Библия говорит, не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Если ты желаешь или чувствуешь, что Бог тебя использует в даре пророчества, это хорошо, но ты должен быть готов, что тебя твое пророчество будут испытывать, разбирать, говорить, вот это от Бога это нет. И это не совсем приятно бывает, но так учит Писание, и мы должны быть к этому готовы. Если этого нет, если ну вот этих качеств не хватает в служении служителю, и мы не знаем тогда, как вот эти духовные дары могут проявляться, и мы начинаем Бог что-то действует, делает, мы это не понимаем, и мы как корабль, мы посреди сильных вот этих ветров, мы не знаем, как парус натянуть, как держать вот этот штурвал, направление, мы не понимаем, и нас мотает, и в конечном итоге судно терпит крушение. Пусть Бог благословит. Итак, а как же тогда узнать, когда хлопать, когда плясать, когда пророчествовать, когда падать, как узнать вот это, ну вот я чувствую, как узнать времена, братья и сестры, и сроки. Нужно знать время, сроки и место. Время и место. И очень многие крещенные духом святым верующие, они имеют свое собственное представление о свободе, то есть в голове есть, вот я так это понимаю, вот свобода только в крике, я знаю один брат, надо прорваться, ну давай, погнали, он ааааа, вот у него, я говорю, что ты так кричишь, сбиваешь с толку. Вот сейчас надо прорваться, сейчас я прорвусь, свобода придет. Мы учились в библейской школе, там был с нами один брат, вот он все время в крики прорывался. Мы спим, а он утром на молитву идет и орет там. И мы уже все у нас, уже у всех на него, мы побить его хотели за этот духовный дар. Уже потом иди куда-нибудь, найди место, там он в рощу пошел, мы окна открываем, а он там в роще прорывается. То есть у нас есть свое представление, как двигаться в свободе. Ему невозможно было ничего объяснить и сказать, что не только так можно двигаться в свободе. То есть мы как бы сами выработали свободу, но Дух Святой, братья и сестры, он не вырабатывается. То есть мы не можем создать какую-то атмосферу и из этой атмосферы его выработать. Нет, Дух Святой, он истекает либо свыше, либо изнутри человека. Выработать его невозможно, то есть создать какой-то механизм. Он Дух Святой, он действует так, как он хочет. Тоже еще одна вещь. Если мы отстаиваем, всячески отстаиваем определенные формы выражения поклонения Богу, то ли пение, рукоплескание, танц, мы отстаиваем, что только так или иначе, или наоборот. Почему так? Потому что нас в этом Господь благословил, мы это, ну и отстаиваем. Что должно быть только так. А его Бог в другом, в тихом веянии ветра Бог благословил. Он отстаивает, только нужно вот молчать, молча. И они отстаивают каждую свою правоту. Почему? Потому что мы пережили Бога, вот именно вот каждый в своей, в своей отношении. Уверовали в этом. Получили через это благословение. Любовь однажды благословил его в крики, и он теперь всегда хочет кричать. Благословил его в танце, и поэтому он всегда хочет танцевать. И мы тем самым, мы ограничиваем Святого Духа. Мы ограничиваем самих себя в понимании действия Святого Духа. Мы лишаем себя благословения. И до чего дело доходит? Мы начинаем презирать даже тех верующих, которые не присоединяются к нам. Все. Раз вы не кричите, вы не в свободе, мы вас презираем. Не танцуете, не рукоплещете. Или наоборот, вы рукоплещете, мы нет. И так далее. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что верующие, находясь в таком положении, они не вполне свободны в Духе. То есть это говорит об обратной. Они думают, что они свободны. Но на самом деле это говорит, что они не свободны. Я еще раз хочу подчеркнуть, что как крики, танцы, рукоплескания, падения, это вполне библейские формы поклонения и действия Духа Божия. Вполне. Но совершенно не по-библейски утверждать, что любая из этих форм составляет истинную духовную свободу. Вы понимаете, о чем я говорю? Если понимаете, мне нужно, чтобы я вас увидел. Поднимите руку. Все. Не все понимают. Еще одна мысль. Я уже подвожу к концу. Тот, кто воображает, что он всегда должен поклоняться Богу определенным образом, но, например, только так, вот как у нас проходит и не иначе, то такой человек попал в особое религиозное рабство своего собственного изобретения. Помните, Карл Маркс говорил как-то, религия, опиум для народа. Вот я с ним согласен в этом. Вот именно религия, именно вот это рабство, что именно вот так только Бог создал в себе, она опиум. И он убивает жизнь, Божью жизнь в церкви. И теперь мы находим с вами или можем найти чудесный ключ к пониманию вот этого истины, истинной духовной свободы. Она есть. Мы можем это понять. Экклезиаста, 3 глава. Давайте мы прочитаем эти первые 8 стихов. Экклезиаста, 3 глава, с 1 по 8 стих. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Вы слышите? Всему свое время. Братья и сестры, если у нас в церкви у кого-то горе, и он с этим горем пришел сюда, но мы не можем плясать. Почему? Потому что мы должны сострадать, и песни у нас будут другие, и я скажу об этом. Но если у нас в церкви у кого-то радость, понимаете, всему свое время. Я бы не рассказывал историю, один пастор, говорит, у них в городе одна харизматическая церковь, и там умер брат у них, один. Родственники неверующие, и они поехали на кладбище проводить вот в этот последний путь этого брата. Они понимали, он верующий, если он верующий, он на небо попал. Радость, мы поем, да, радость, радость будет в небесах. И они приехали на кладбище, взяли с собой барабанную установку, синтезатор, гитару, и туда приехали, прям начали из машины. Вот они хотели там порадоваться на кладбище, когда родственники там плачут все. Они хотели порадоваться за умершего брата, что он теперь на небесах. И там был один мудрый человек, он подошел к ним, он говорит, бегите отсюда. Бегите, иначе у вас все родственники тут, вы тут, тут же вас и похоронят с вашими барабанами. Мудрый человек просто нашелся, уговорил их, чтобы они свернули и уехали. Всему свое время и время всякой вещи под небом. То есть, вот эти моменты, они могут подсказать нам, как, где, и в какое время мы можем проявить духовное дарование, как направить, почему здесь я могу радоваться, здесь я, здесь по-другому нужно, проявить, то есть это может помочь нам. И я уверен, что побуждение Божье, оно всегда будет вот в этом формате. И вы замечали, у нас бывают иногда такие служения очень грустные. Иногда бывает какой-то эмоциональный всплеск, мы все радостные. Иногда бывает какой-то молитвенный дух, мы молимся за какую-то нужду. А иногда бывает просто поем, просто стоим. Что-то Бог делает. Но именно вот через это, через эти тексты мы находим вот этот чудесный ключ к пониманию истинной духовной свободы. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать и время строить. Братья, время разрушать, время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать и во время пандемии уклоняться от объятий. они не обнимаются даже во время пандемии. Это неправильная форма поклонения. Нет. Время уклоняться. Время искать. И время терять. Время сберегать. И время бросать. Время раздирать. Время сшивать. Время молчать. Время говорить. Время любить. Время ненавидеть. Время войне. Время миру. Соломон перечисляет 28 видов деятельности, которые противоречат сами себе. Ну, как бы в действиях противоречат. И в этих парах, я их так как бы называю антонимы в русском языке, очень многое относится к поклонению общины. Не все. Но некоторые вещи, они указывают нам на поклонение в общине. Например, насаждать и вырывать. Убивать, лечить. Разрушать, строить, плакать, смеяться, сетовать, танцевать, собирать, разбрасывать, молчать, говорить. И из этого нельзя сказать, что вот это абсолютно неправильно. Понимаете? Или вот это абсолютно неправильно. все может из этих действий быть правильным, если делается в нужное время. Если Бог побудил тебя помолиться за исцеление, за кого-то, сделай это, когда вот сейчас скажут, вот, а теперь давайте время молитвы. Не надо сейчас бежать, перебивать всех. И мне Дух Святой повел, надо помолиться за Него. Перебили проповедь, сломали служение. Мне так Дух Святой. Время молитвы будет. Ты чувствуешь, пойдешь, возложишь на Него руку и помолишься, если действует Духа Святого. Понимаете, да? И так это касается всего нашего служения. Братья и сестры, теперь как же нам знать, что делать и когда? Самый, наверное, сложный вопрос. Господи, ну, то ли я делаю? Или я знаю, что это надо делать? Но когда? Ответ таков. Он очень простой и одновременно очень сложный. Это является суверенным служением Святого Духа. Он знает, что делать и как. У Него глаголы вечной жизни. Глаголы. Что делать? Что сделать? Что буду делать? У Него глаголы вечной жизни. И Святой Дух знает, что делать и когда. И Он, если мы будем этого Святого Духа искать, признаем Его главенство, если мы будем приходить сюда, исполняться Духом Святым, Он покажет нам, что делать и когда делать. Как делать и когда. Что, как и когда. Он покажет. Не сомневайтесь. И та община, та церковь, которая, Вадима Духом Святым, будет делать то, что нужно и в правильное время. Слава Иисусу! И я скажу нам, наша община в большинстве своем, она, она именно, вот если мы посмотрим на исторические моменты жизни нашей церкви, мы увидим, что очень часто мы делали в нужное время и то, что Бог хотел, чтобы мы делали. По крайней мере, я это вижу. Но были такие моменты, когда мы что-то делали, а теперь мы говорим, зачем я это делал? Я как бы разочарован в этом. Почему? Потому что это было, ну, не действие Духа Святого. Это было мое понимание, мое, как бы, ну, я где-то взял это, скопировал что-то, так или мне так захотелось. В этом, братья и сестры, источник всякой духовной свободы, гармонии и единства. Слава Иисусу! Слава Иисусу!